Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдер. Сегодня 24 сентября. Пока одна половина российского населения в ужасе сбегает из мобилизационного апокалипсиса, а вторая радостно рухнула в его инфернальные объятия, вооруженные силы Украины продолжают успешную работу по утилизации российской террористической саранчи и продвижению на фронте. Российскому режиму не помогают даже иранские дроны, на которые Кремль сделал отчаянную ставку. В этом смысле пятница стала урожайным днем для ВСУ. По всем украинским фронтам были сбиты как минимум 7 иранских дронов, 6 беспилотников Камикадзе Шахет-136, а также впервые тяжелый ударный беспилотник Махаджор-6. Сегодня мы продолжим подробный разговор о том, почему иранские дроны оказались ложной надеждой Кремля на возможность получить хоть какое-то преимущество перед набирающей силу украинской армией. Вчера ликвидация одного из шахедов над Днепропетровской областью попала на видео, сделанное местными жительницами. Кадры показывают, как в летящий беспилотник попадает зенитный снаряд, в результате чего аппарат эффектно взрывается. Установленная на нем боевая часть мощностью 50 килограмм дает о себе знать. О том, что украинцы начали массово сбивать беспилотники этого типа, мы рассказывали еще накануне. Ну а после того, как их уничтожение продолжилось в пятницу, мы лишь получили подтверждение того, что украинским военным действительно удалось перейти к системной борьбе с этими иранскими воздушными убийцами. Первые итоги борьбы с ними обобщил украинский командир, чье подразделение за один день уничтожило четыре таких беспилотных средства. Воин, чье имя и лицо мы не будем раскрывать сейчас по соображениям его личной безопасности, сказал, что шахет имеет целый ряд слабостей, облегчающих его нейтрализацию. А именно, во-первых, большой шум от его мотора, который заблаговременно раскрывает приближение этого летающего мотоцикла. Во-вторых, сравнительно невысокие скорости высота полета, что увеличивает шансы его уничтожения обычным стрелковым оружием. В-третьих, громоздкость и неповоротливость, фактически не позволяющие использовать эти аппараты против отдельных групп воинов. По словам украинского военного, такая особенность шахедов вынуждает врага применять эти дроны исключительно по крупным стационарным объектам, координаты которых заранее вбиваются в программу беспилотника. Это ведет к тому, что оператор шахеда, по сути дела, лишается возможности использовать этот дрон в соответствии с назначением, то есть как барражирующий боеприпас. По идее, преимущество оружия такого класса должно состоять как раз в гибкости его применения, которое обеспечивается тем, что цель для этого аппарата может быть выбрана не только перед вылетом, но и после его запуска. Почему это важно? Потому что это открывает для эксплуатантов дронов самоубийц большое пространство для маневр. Вам не надо заранее знать точное местоположение, состав и характер цели. Об этом вы узнаете уже после запуска аппарата и зависания его над полем сражения. Камера воздушного камикадзе поможет выбрать вам именно ту цель, которую вам нужно поразить, и именно там, где она в данный момент располагается. Это значит не только то, что в ходе такой воздушной разведки вы можете изменить интересующую цель прямо во время полета барражирующего боеприпаса, но и то, что им можно бить по движущейся военной технике. С другой стороны, предполагается, что противнику будет тяжело заметить легкий малозаметный дрон с взрывчаткой, который не производит шума и практически не виден для средств РЭП. Как предполагается, именно по такому принципу будут работать дроны-камикадзе Switchblade 600, своеобразные летающие джевелины, которые Пентагон только что заказал для ВСО и которые уже в самое ближайшее время окажутся у украинских воинов. Размах крыльев у Switchblade 600 130 см против 250 см у шахедов, а вот по весу они в 8 раз легче иранских аппаратов, то есть 25 кг против 200 кг шкафов. Это означает, что американский вариант дроны-камикадзе будет намного худее и, соответственно, намного менее заметен как для РЭП, так и для человеческого глаза. И видео, показанное в начале этого ролика, доказывает это. Там четко видно, как по дрону бьет некая ракета, а это значит, что предварительно для выявления этого дрона была задействована система РЭП, то есть радар очень хорошо увидел шахед и навел на него ракету. Зато те самые Switchblade работают явно намного тише, чем шахед 136. Поэтому, соответственно, вы и получите от американцев вот тех самых тихих убийц, перехватить которые будет, мы надеемся, по-настоящему трудно российскому режиму. Конечно, операторам Switchblade 600 приходится платить за такую их низкую заметность для радаров, тем, что их оперативный радиус составляет 40 километров, а время полета 40 минут. Тогда как шахеды, по утверждению разработчиков, могут лететь на сотни километров. С другой стороны, как видим, шахеды расплачиваются вот за такие возможности тем, что фактически выполняют роль не барражирующих боеприпасов, как по идее должно было быть, а просто очень медленных, очень шумных и очень заметных ракет с боевой частью, которая на 30 процентов слабее боевой части ракеты М-30 от Хаймарсов, с боеголовкой, которая имеет мощность более 60 килограммов. Вот только М-30 запускаются десятками в день с дальностью до 80 километров и практически не перехватываются противником, а вот шахеды оказались сравнительно легкими мишенями. Более того, хотя производитель и утверждает, что шахеды летают чуть ли не на 2000 километров, но пока дальше Одессы и Днепра они еще не забирались. А ведь надо иметь в виду, что те украинские районы, куда эти дроны все-таки добираются, находятся всего лишь в нескольких десятках километров от захваченных россиянами территорий. Конечно, преуменьшать опасность шахедов ни в коем случае нельзя. Но не потому, что они являются каким-то высокотехнологичным инструментом гарантированного поражения, а только потому, что они содержат много летающей взрывчатки, которую можно использовать для хаотичного террора мирного населения, как это и произошло вчера в той же Одессе. По существу же перед нами примитивный аппарат, сделанный по технологиям, которые были разработаны давным-давно на Западе и для перехвата которого в идеале необходимо иметь любой ЗРК с нужным радиусом действия. Хоть пулеметного типа, хоть ракетного. Ну а если уж нет ни того, ни другого, то остается применять любой легкий ручной калибр. В крайнем случае можно просто убежать, завидев шахед издали. Он хоть и летит со скоростью до 180 км в час, но характерный и очень узнаваемый шум мотора, который похож на мотор Явы, как говорят украинские военные, слышен задолго до того, как угроза замаячит непосредственно над головой. Так что времени для того, чтобы скрыться от шахеда, будет более чем предостаточно, даже если вы не имеете никакого транспортного средства, чтобы уехать. Вот почему для подготовленного военного личного состава эта машина, в принципе, не представляет такой уж большой опасности. Солдатам на поле боя достаточно просто сменить позицию. По той же причине российским войскам будет очень нелегко поразить Хаймар с помощью шахедов, поскольку украинская команда попросту выведет эту стремительную машину, которая едет до 100 км в час, задолго до того, как к ней попытаются приблизиться шахед. И это крайне прискорбный вывод для российских убийц. Они изначально не скрывали, что главной целью закупаемых в Иране дронов станут именно Хаймарсы, которые обеспечили перелом на фронт в пользу ВСУ. Разумеется, если шахед 136 не сбить, то в опасности окажутся прежде всего те объекты, положение которых изменить невозможно. Все это верно в случае, если шахеды сейчас применяются именно так, как рассказал упомянутый ранее воин ВСУ, то есть с заранее заданными GPS-координатами цель. Но у нас нет оснований не доверять заявлению украинского командира. Его выводы о характере применения шахедов это результат осмысления его собственного опыта на поле боя, где его команде удалось ликвидировать сразу несколько таких устройств за один только четверг. Более того, если смотреть на вчерашние кадры полета шахедов над украинскими городами, то складывается впечатление, что его траектория, маршрут и цель действительно были спланированы еще до старта и нет никаких внешних признаков того, что существует какой-то оператор, готовый корректировать полет дрона. Не потому ли, что на самом деле у оператора просто нет нормальной удаленной и стабильной, а также защищенной связи с этой машиной? Во всяком случае, сейчас ясно одно. Эти машины отнюдь не неуязвимы, как могло бы показаться изначально, а сбивают их теперь буквально пачками. В этом смысле уместен комментарий военного специалиста Вашингтонского института ближневосточной политики Майкла Найтса. Он выразил уверенность, что в СУ смогут быстро найти противоядие. Цитирую его. Иранские беспилотники роскошно выглядят в Йемене, Сирии и секторе газа, но теперь их стали сбивать все чаще. Украина представляет собой серьезную среду противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с которой Иран еще не сталкивался. Использование дронов Шахед-136 имеет лишь первоначальный шоковый эффект, который довольно быстро пройдет, сказал он. Эти его слова, как мы видим, уже подтверждаются. Воины ВСУ действительно преодолели смятение из-за первых ударов шахедов и теперь, практикуясь в стрельбе по ним, действуют против них все более уверенно с каждым днем. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк был более лаконичен в оценке эффективности шахедов. Он охарактеризовал происходящее как сотрудничество между двумя странами, глубоко отставшими в технологическом плане от цивилизованного мира. Цитирую его. «Многолетние санкции, изоляция, мерзкая репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации», — написал Подоляк в своем твиттере. К этому ко всему добавилась еще одна хорошая новость. В тот же день, накануне, в пятницу, ВСУ показали нам премьеру приземленного «Махаджора-6», и слово «приземленный» здесь отнюдь не эпитет. Если приглядеться к видеокадрам, то станет ясно, что этот дрон был не уничтожен в воздухе, а действительно осторожно приземлен, точнее приводнен украинскими военными. Каким образом им удалось нейтрализовать этот большой дрон так, чтобы он не развалился в воздухе? Они нам не скажут, по крайней мере сейчас. Ну а у меня есть только одно объяснение. Они заблокировали работу этого беспилотника средствами РЭП и без единого выстрела добились того, чтобы этот дрон аккуратно сел в море, а затем просто дождался украинских специалистов. Теперь у них на руках действительно жирная птичка. Производители заверяют, что «Махаджор» — это новейший многоцелевой БПЛА Ирана, способный летать на высоте до 5,5 километров и на расстоянии до 2000 километров. Он был разработан в 2017 году и по замыслу разработчика должен выполнять две главные задачи — заниматься разведкой и наносить удары, будучи способным нести до четырех высокоточных управляемых боеприпасов. На видео, обнародованном украинскими силами, видно, что у беспилотника большие физические размеры — 5,5 метров в длину и 10 метров в ширину. Таким образом, он является крупной и потому относительно несложной целью для зенитчиков Украины. Ну а то, что его сумели взять целым, является большой удачей, ведь это позволит украинцам и их западным партнерам внимательно изучить этот дрон для того, чтобы повысить эффективность противодействия ему. Таким образом, Иран сделал ставку на победу России в этой отвратительной захватнической войне, и теперь он идет ко дну вместе с Россией. Отвратительный террористический режим Айатол полагал, что продав в Москве дроны убийцы, он сумеет получить награду, добытую кровавыми лапами российских солдат. Вместо этого беспилотники Ирана сыпятся под ударами украинских средств обороны, как сыпется и расчет российского агрессора на то, что с помощью иранского хлама ему удастся переломить ход конфликта, который стремительно разворачивается против Москвы. А сам Иран теперь навлек на себя гнев всего цивилизованного мира. Так что руководству Тегерана и особенно всем, кто связан с производством иранских дронов, не стоит удивляться, если в скором времени им преподнесут болезненные сюрпризы. С другой стороны, прямо сейчас сюрприз иранским властям преподносят их собственные соотечественники. Иранский народ в последнюю неделю бунтует, и этот бунт становится с каждым днем все более насильственным, то есть таким, каким и должен быть бунт, если участники бунта хотят добиться чего-то кроме красивой картинки. Поводом к стихийному восстанию стало убийство полицейскими, исполняющими так называемую функцию ублюдения нравов прекрасной иранской девушки за недостаточно правильное, по мнению этих живодеров, ношение платка на голове. Причина же очередного в иранской истории эпизода массового восстания это омерзительная форма правления в Иране, где за полвека местные элиты превратили страну в недоразвитую помойку под гнетом спецслужб и полиции нравов. Если восставшим иранцам будет сопутствовать успех, то не ровен час и Россия лежится чуть ли не единственного ее союзника, который помогает россиянам в их попытках убивать украинцев и который поддерживает курс Москвы на смену мирового порядка не только на словах, но и в деле, то есть путем передачи вооружения России. Первая реакция на подлые действия режима Айатолл уже последовали. Накануне украинские власти в ответ на применение иранских дронов отозвали аккредитацию у иранского посла, а проще говоря разорвали с Ираном дипломатические отношения. Не стоит недооценивать этот шаг. Такая мера самая радикальная в политическом плане, а это значит, что одной политикой дело не ограничится. ВСУ и их западные партнеры уже показали, что в этой войне они настигают своих оппонентов в самых неожиданных для них местах. Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию, а также при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Мира и здоровья вам! До скорого!